добрый день сегодня на примере несложного изделия из кожи это раз у нас смазка будет она следующим образом хотелось бы показать все этапы создания любого изделия из кожи практически любого здесь нет только этапа шерфования сразу хочу сказать видео будет длинным видео будет нудным наберитесь терпения знания не даются легко чтобы сохранить ваши нервы и есть чтобы видео было максимально информативным под видео оставил тайм-коды видео поделено на такие элементы как кроить кожу как пробивать как устанавливать холинитены как устанавливать пряжку как обрабатывать край уреза и самое главное как собирать и шивать элементы нашего нашей работы дело в том что на изделии конкретные до используется несколько видов швов если присмотреться поближе фокусируется на нет вот здесь хочу нет не хочет используется несколько видов швов один и другой и как отмерить нитку какой длины должна быть нитка чтобы вы в одном месте начали шов в другом его закончили и нитка не кончилась раньше чем вы прошьете всю строчку об этом обо всем подробно расскажу видео так ну и заострю немножко ваше внимание на вырезание элементов выкройки из бумажки бумаги да у нас есть вот такой вот элемент и вырезать моего будем целиком то есть прям вот по периметру центральную часть не режем ни в коем случае если вырезать центральную часть и начать потом при помощи малярного скотча приклеивать на кожу да то есть вероятность того что скотч может подтянуть нашу бумагу и потом дальнейшем наши отверстия на двух деталях не сойдутся поэтому центральную часть мы не режем то есть вот поближе покажу да вот она вот это вот на этой детали будьте внимательны то есть вырезаем и только по периметру так ну и после того как все элементы наши выкройки мы вырезали их не так много да у нас нам необходимо их разместить на на кожу кожу значит по толщине кожи прям на выкройке написано толщина 182 вот желательно у нас примерно то же самое где-то 2 миллиметра толщина кожи почему двоечку надо брать она держит достаточно хорошо форму то есть более мягкая кожа вот это собрана была маска с более мягкой кожи она не совсем держит форму вроде бы все хорошо но и она выглядит неплохо по крайней мере на манекене но мне не совсем нравится то есть если бы кожа была поплотнее примерно там двоечка да и потолще вопросов было бы изделие выглядело получше так ну что располагаем наши элементы выкройки начнем с каких-нибудь участков которые нам больше нравятся да ну вот с этого начнем и самый большой элемент наши выкройки это вот эта вот деталь как-то так ловко расположить сейчас покажу на примере одной а дальше уже будет все понятно и будем побыстрее это снимать почему так подробно останавливаясь дело в том что но многие это уже тысячу раз видели но каждый раз приходят новые люди новички в это дело и если им не показывать подробно все этапы да весь процесс сборки изделия то возникает вопрос так он только что резал бумажку потом раз у него все уже размещено на коже а как это произошло что за магия так вот чтобы не было такого я понимаю что большинству людей весь этот процесс уже знакомые здесь нет ничего но ну раз показывать во всех тонкостях и нюансах подробностях да и процессы и так и сборки то покажу как делаю это я что было понятно и не осталось никаких вопросов то здесь показала а там не показал как так этом покажем все сейчас на на примере 1 показываю а потом уже все пойдет по накатанный да как-то вот так сделаем на так вот следующий элемент я думаю здесь было все понятно итак теперь нам надо сделать со всеми элементами которые у нас есть не всех разместить на нашем небольшом участке кожи приклеить а потом покажу будем что делать следующим этапом итак вот что у нас здесь получилось вот такая вот картина все элементы приклеил расположил на коже и конечно же остались большие вот такие промежутки вроде бы и дельный кусочек кожи но никуда он не идет раньше было очень жалко выбрасывать вот такие вот части но что-то деталь какую-то из него не вырежешь теперь да я познакомился с обувью там в основном все элементы очень незначительные вот и следующая работа в ближайшее время это будет обувь кроссовок такая вот моделька пока что выполнено это все дело из бумаги макет собрал первый да вот видите чтобы проверить все отверстия или сошлись но вот пробовал уже что-то отшивать такого цвета может быть будет вот и такой вот подошвой так что при сборке обуви используются небольшие элементы не все маленькие коротенькие а еще при сборке обуви часто необходимо дублировать элемент чтобы в процессе эксплуатации пары обуви она держала форму задники часть части но часто и носки под носки необходимо дублировать как раз там пойдут небольшие вот такие вот элементы которые будут востребованы и их теперь не придется выкидывать так что вы теперь знаете что такие вот мелкие части тоже могут использоваться не как в качестве отходов да пойдут в дело и так выкройку расположили на кожу все наши элементы закреплены зафиксировали при помощи малярного скотча что делаем следующим этапом следующим этапом необходимо будет пробить то есть берем сейчас я буду брать высечной пробойник диаметром один миллиметр и пробивать все отверстия вот под шов и также все отверстия под хольнитены сначала такое правило пробивается отверстие а потом элементы или детали вырезаются вот так что не перепутать сейчас покажу как буду пробивать на чем буду пробивать и при помощи чего и так пробивать будем вот на такой плите плита достаточно толстая мощная она называется плита вырубная у нее двадцатка нет даже больше на тридцатка толщина и размер это 400 на 400 миллиметров она тяжелая использовалась раньше для раскроя обуви ножи ставились и прессом прожимать советском союзе использовались такие плиты если кто-то найдет вещь классная вот использую я ее с одной стороны стараюсь отверстие пробивать видите на под отверстие с другой стороны стараюсь кроить только почему так делаю потому что если как вот здесь вот пробить отверстие и вы начнете ножом кроить нож начинает по вот этим вот неровностям скакать соответственно кожа не уже поближе покажу не видно видно наверное вот эти вот неровности я пробивал это плохо не делайте так нож начинает скакать и кожу не дорезает это плохо лучше конечно использовать с одной стороны кроить с другой стороны пробивать если такой плиты не найдете можно обычную кухонную разделочную доску только пластиковую и конечно хватает ненадолго но это лучше все-таки чем вот такой вот мат на этом мате можно резать раскраивать но пробивать нельзя то есть он быстро приходит неугодность да и он не обладает той жесткостью и упругостью которая необходимо дальше чтобы не напрягать соседей своих да сколько мы работаем как правило дома у всех есть свои специальные мастерские что я делаю то есть у меня следующим слоем идет вот такой вот коврик это пробка то есть был куплен куплена подложка пробковая для ламината толщиной 2 миллиметра и потом склеена несколько слоев здесь чтобы получилось около 25-30 миллиметров вот так и потом при помощи канцелярского ножа был вырезан необходимый нам размер то есть подложка стоит 1600 рублей в строительном магазине обычно 2 миллиметра толщина у нее и ширина у нее метр а в рулоне 10 метров продается на погодными метрами и при помощи клея пва обычного клея правда сохнет долго очень долго сохнет был собрана такая вещь то есть на этой подложке во первых она является как амортизирующим можно и докалывать что-то то есть у вас есть шило и пожалуйста шилом докалывайте она при этом не страдает все это нормально если у вас есть допустим такой ромбовидный пробойник какой-то ромбовидный пробойник нога поближе твоим тоже можно делать подобные вещи то есть кожу докалывать и ничего страшного при этом пробковая подложка не страдает также можно на ней делать беговку то есть горячим предметом проходиться по коже оставлять оттиск пробки при этом ничего не делается следующим слоем у нас нашем пироге является вот такой вот поролон не старенький конечно это не фокусируется такой поролончик орлон здесь у меня 50 миллиметров толщина и у меня их два слоя результате у нас получается такого пирог раз на столе лежит все на деревянном дальше у нас лежит пробковая подложка и лежит вот такая вот толстенькая в вашем случае потоньше будет плита так берем стороной ложим и вы пробивать отверстие но сейчас покажу принцип да как это все работает и насколько это громко все отверстия эти пробиваются громко ли это вот чем больше диаметр отверстий тем чем больше диаметр отверстия тем больше усилий вам не будет необходимо будет приложить вот у меня буду пробивать вот такой вот пеночкой пеночка у нас по коже и диаметр здесь будет 4 миллиметра вот беру высечной пробойник диаметром 4 миллиметра и прикладываю вы слушайте сколько это будет громко отверстие отверстие все чем больше диаметр тем громче чем меньше диаметр тем не менее это все происходит громко но тем не менее уровень шума приемлемый и он как-то не раздражает дальше мы будем пробивать отверстие под шов вот примеру здесь вот пробьем чтобы было понятно как это происходит а дальше уже по накатанный нас сильно из усилия не прилагаю достаточно едного удара и пробивается все насквозь так и еще скажу вот допустим плюсы и минусы заодно сразу да для начинающих высечного пробойника и примеру такого тромбовидного шагово стручного почему я пробиваю одиночным пробойником для дело в том что одиночного пробойника есть масса преимуществ то есть если когда мы пробиваем отверстие по криволинейной какой-то линии по дуге это можно делать только одиночным пробойником это первый плюс второй пример у нас какой-то нестандартный шаг часто бывает в таких вот изделиях шаг нестандартный и ваши тогда строчные пробойники здесь вообще не актуальны вот это то есть у вас шаг пробойника здесь вот конкретно в этом случае на 385 а здесь у меня шаг 4 миллиметра или 5 миллиметров 6 миллиметров что делать со строчным пробойником понятное дело что придется брать одиночный и пробивать одиночным это второй плюс и третий одиночным пробойником всегда гораздо тише работать и усилий меньше на приложить вот это основные плюсы я это уже в одном из своего видео затрагивал и еще раз повторюсь для новичков потому что многие задают вопрос а чё ты не бьешь строчным а какой у тебя шаг на выкройке почему ты не указал мне не сошлось я брал строчный пробойник у меня не сошлось первых вам сложнее пробивать отверстие когда вы бьете пример вот таким вот или вот таким только у вас здесь их 5 штук накручено чтобы пробить пять разом отверстие сильно приложить больше и это соответственно громче то есть вы себя напрягаете высоким уровнем шума и соседи соответственно своих надеюсь о плюсах одиночных пробойников рассказал вот показал как это все делается и теперь чтобы не затягивать видео буду пробивать это все уже ускоренном режиме сделаю такое небольшое отступление по поводу пробойника такого строчного высечного видите работу и мы оставляется остается очень много мусора во первых шумнее чем то же самое шило к примеру и ромбовидные пробойник который именно колит отверстия и во вторых он мусорит вот работаете дома это сильно чувствуется да есть мусор в дальнейшем буду снимать видео по изготовлению обуви как раз кроссовок и покажу как при помощи всего лишь одного шила без всякого пробойника срочного можно собрать изделия и что она будет выглядеть не хуже чем при использовании специального инструмента такого как срочный пробойник получилось да получилось у нас здесь следующее пробили мы отверстия но еще пока не все не хочу нести небольшие пояснения по самой подставки дело в том что отверстий много и большая очень нагрузка идет на спину то есть стоим постоянно ногах идет нагрузка на спину если мы сгибаемся то рабочая поверхность у нас гораздо ниже и страдает очень сильно поясница так вот это вот этот пирог который у нас в результате получился позволяет нам работать сильно поясницу не напрягая то есть что у нас происходит клеивается тут что мы опираемся вот тем и благодаря этому нагрузку частично со спины снимаем то есть нам работать становится проще то есть конструкция позволяет работать во первых тише и удобнее комфортнее то есть и еще один плюс безусловно что она у нас превращается в рабочую поверхность на которого нас кроме материала который мы пробиваем больше нет ничего весь инструмент находится здесь и он мне не мешает я знаю где он это удобно безусловно то есть вот основные плюсы данной конструкции продолжаем значит продолжаем работать и продолжаем пробивать отверстие осталось немного этот элемент этот и вот эти два и можно будет уже приступать к раскраиванию так еще небольшое краткое отступление по пробойникам то есть вот эти высечные пробойники они их основное преимущество заключается только в одно что для новичка они очень удобно то есть шить удобно закосячить шов как-то но получить ровную строчку именно с ними будет проще если рассматривать тем же те же самые ромба видные пробойники то у них есть направление шва и там надо правильно начинать шов правильно вот вытягивать нитку правильно направление задавать будете шить не в ту сторону что будь кривой здесь с этими гораздо проще но минус у них тоже есть и весьма очевидный то есть это грязь это шум на не забиваются периодически но тем не менее для начала именно для новичка я бы рекомендовал вот такие самые дешевые пробойники надеюсь следующее видео которое будет посвящено уже изготовлению обуви наглядно покажу насколько тише и комфортнее работать при помощи обыкновенного шила то есть что при помощи у него тоже можно формировать отверстие в коже и приятнее работать намного тише и быстрее получается но это все будет следующем виде вот такое небольшое лирическое отступление по поводу пробойников но у меня иногда напрягает они тем что много мусора и шумят они можно новичка я бы рекомендовал начать именно с них так ну вот после того как мы все отверстия которые были у нас на наши выкройки пробили осталось сделать следующее осталось вырезать наши все элементы выкройки вырезать я буду таким вот ножом канцелярским такой вот нож это нож ольфа и лезвие у нее тоже ольфа у него есть один недостаток это дорогие лезвия вот и поскольку фирма ольфа и так понимают и японцы а в преддверии последних событий возможно ножи японские лезвия больше появляться у нас не будут надо задуматься наверно о переходе на какие-нибудь вот такие ножи которые можно будет подправлять брусочек и дальше работать хотя сейчас к нему вопросов нет то есть его основное преимущество это он и управить не надо так только сел у вас села лезвие что отламывайте край и можно работать дальше то есть все происходит очень быстро переворачиваю плиту на ней буду кроить покажу сейчас как раскрою одно изделие на дальше будет все по аналогии видно надеюсь да все кадр попадает маленько кропнуть да куда и так раз если лезвие не сильно острая или кожа плохо режется можно резать это все дело за несколько раз то есть не спит не с первого раза прорезать насквозь и чувствую что мне лезвие то не очень острое придется резать второй раз так посмотрим перерезали здесь вот некий перерезать так вот значит основной нюанс лезвие надо держать строго перпендикулярно поверхности кожи чтобы не заваливался ни туда ни сюда тогда у вас будет рез четкий красивый и аккуратный раз отлично и теперь еще разочек смотрим где нас тут опа хлоп так вот прорезали здесь вот маленькой не прорезаю нарезать так наша задача отрезать одну деталь а потом уже отрезать мелкие части от нее которые нам мешают и заодно посмотреть на рез какой у нас получился важнее всего это какие-то радиусные детали особенно когда радиус них маленький но если при наловчитесь вы будете резать их без труда во всем нужна практика то есть с первого раза чтобы у вас получилось идеально такого не бывает время будет какой-то нюансы будут нюансы что если с первого раза даже у вас не получится ничего страшного вот так максимум нам что мы можем тоже думаю неплохо и так и еще разочек вот такая у нас получилось деталь снимаем и как видно где-то у нас вот линия такая не очень красиво это все поправится покажу дальнейшем как при помощи чего то есть вот обращаю внимание может видно не видно так подложу видно бахтарму торчит она это не очень этому поправим почему она получилась то есть вот здесь ты и нет здесь она есть деталь лежала вот здесь вот ты когда но шел по вот этим вот отверстием он скакал соответственно не дорезал здесь осталось бахтарма это поэтому говорю что одна сторона должна быть для раскроя обязательно другая для пробоя чтобы не было вот таких вот не пришлось потом исправлять и вот мелкий нюанс в общем вырезал одну деталь и думаю здесь основных каких-то проблем у вас не должно быть возникнуть но самое главное это держать нож перпендикулярно поверхности и не заваливать его ни туда ни сюда вот чтобы он у вас вот так вот был все время перпендикуляр ровненько тогда у вас получится аккуратный хороший рез не заваленный ну что продолжаем раскроем все остальные детали итак все элементы наши выкройки мы вырезали не они имеют вот такой вот вид сейчас на небольшая кучка получилось и сейчас надо будет обработать край обработать край что значит обработать край и во в том что когда мы режем нож наш наш да не всегда движется плавно ровненько иногда остаются вот пример вот такие вот не совсем аккуратные края то есть остается ступенька эту ступеньку надо будет убрать как будем убирать убирать будем при помощи наждачки такая полоска на от наждачки вырезана наждачку беру в автомобильных магазинах где продаются лаки и краски для автомобиля ну по крайней мере у нас там есть наждачка продается на небольшими листами и можно выбрать любую зернистость я использую 80 то есть 80 грит 100 грит 120 вполне подходит то есть что делаем берем каждый элемент наши выкройки и проходим вся по краю его до тех пор пока у нас не получится вот такой вот если присмотреться небольшой здесь кантик ну то есть край начинает обрабатываться и появляется бортик небольшой визуально его хорошо видно ну или до тех пор пока мы не уберем неровности вот примеру у нас есть острый угол нам от него надо будет избавиться и надо будет сбить при помощи наждачки проходимся до тех пор пока он визуально не пропадет смотрим устраивает нас результат да вот здесь маленько еще подправим в результате что мы видим вот это неровности такие резы неаккуратные не плавные переходы они уходят берем и проходимся по всем участкам где у нас есть что-то подобное убираем все дело и так по всем элементам наши выкройки ну и после того как все края зачистили обработали наждачкой надо будет убрать эту всю бахтарму торчащую которая у нас осталось и привести край кожи в должное состояние как это будем делать и при помощи такого инструмента у меня вот такой есть торцебил или кромку рез кромку рез самый маленький наверное это 0808 миллиметра есть большой вот такой вот троечка то есть фирма как тут написано овден поближе покажу так фирма овден ссылку тоже оставлю заказывал это все весь инструмент свой покупал на алиэкспресс но старался выбирать хороший ну то есть не дешевый китайцы тоже далеко не глупые ребята и они за копейки он продают какой-то откровенный хлам потом с ним приходится только бороться но никак работать им уже не получается так вот если мы будем кромку снимать обрабатывать вот этим большим здесь около наверно двух миллиметров дата грубо получается на изделии не очень красиво поэтому рекомендую работать именно 0 8 миллиметра он аккуратно срезает край кожи и получается достаточно аккуратный внешний вид изделия есть еще меня вот такой вот торцебил этот будет более дешевый дешевый более бюджетный но тоже скажу вначале он работал выбита на нем циферка 2 но потом приходится его часто поправлять он быстро садится этот же работает к нему не вопросов нет то есть я им полностью доволен сейчас покажу как снимаем то есть у нас есть часто кожа который необходимо будет обработать край кожи да вот так раз проходим и он снимает эту фасочку которая образовалась после наждачной бумаги проходим падает в кадр то больше не делаем его тоже уже надо будет конечно поправлять но вот я его честно сказать еще ни разу не правил мне вполне заходит инструмент я доволен то есть если сравнивать его с первым то этот мне нравится больше такие проходимся вот таким вот образом по всему периметру нашей детали вот так вот раз два два центра до мальчика чтобы было видно вот так у нас режет он достаточно хорошо работать им честно скажу вам приятно лоб и дальше то есть для чего мы это делаем для того чтобы вот этот заусенец который образовался у нас по краю он придает нашему изделию не очень товарный вид то есть некрасиво смотрится и в дальнейшем мы будем еще дальше обрабатывать края кожи красить его и закатывать чтобы вот это бахтарма не торчала не создавалась валик необходимо будет как раз вот его обработать таким труд и желательно пройтись еще по внутренней стороне сколько здесь тоже бахтарма торчит ее тоже надо будет подобрать это вот именно краешек будьте осторожны берегите пальцы иначе инструмент острый можно легко себе его в палец вогнать будет очень приятно с изнаночной стороны со стороны бахтарма и обрабатываем всегда особенно те участки которые будут открыты и которые будут видно то есть это прорези для глаз обязательно не край чтобы он самим нравилось как выглядит ваше изделие ну в общем вот так должно получиться внешне сильных изменений незаметно но они есть более он срезает очень мало и так необходимо обработать все детали особенно уделяем места как я говорил ранее прорезем для глаз деляем внимание ушка внутренних особенно части ремешки тоже имеют такой неприглядный вид и у них есть кромка в общем проходимся по всем деталям по периметру всех деталей и снимаем край кожи и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Лицевые поверхности, а тыльную не показал. Но вернее показал только мелким торцебилам. Дело в том, что бывает бахтарма настолько высокая, что мелкий с ней не справляется. И тогда рекомендую вам обрабатывать участки кожи, вот именно по краю, торцебилам, которые побольше. Ну, это для тех, у кого есть возможность, потому что инструмент не дешевый все-таки. Но еще раз заостряю ваше внимание, потому что хороший инструмент он работает, а с плохим инструментом вы мучаетесь. Работой это назвать нельзя. Так, это я уже обработал. Надо убрать в сторонку. Так вот. Вот, смотрите, у нас есть... Это ухо. И покажу, как работает именно большой. Для меня большой, да? У меня больше просто нету. Ну, вот. Как он справляется с бахтармой? То есть он вообще не напрягается. Режет он ее прям, даже если можно послушать. Вот, видно. То есть он все закрыл моментом. Вот так-то. Немного поближе. Если ваш инструмент работает примерно так же, то у вас хороший инструмент. То есть им приятно, удобно работать. Итак. Мы обрезали все лишнее, обработали наш край кожи, но он по-прежнему выглядит не очень хорошо. Что необходимо сделать будет в следующем этапе? Необходимо будет его покрасить, этот урез. Дело в том, что он выглядит светлее, чем наш основной тон кожи. То есть это черный цвет, это больше серый. Ну, или типа светлее, чем наше изделие. Чтобы он на себя внимание урез не перетягивал, мы его красим. Чем красим? Это краска сильвер. Так вот, обычная. Здесь есть губка. Продается в обычных магазинах бытовых. И делаем следующим образом. Берем небольшой кусочек бумажки, ненужный. Делаем пару вот таких вот движений, чтобы губочка полностью у нас пропиталась. И потом красим вот такими вот движениями. Сейчас расскажу за преимущество именно этого способа. То есть здесь нам не надо какой-то там супер, идеальный, блестящий урез. Он здесь ни к чему, но обработать край кожи мы должны, чтобы изделие выглядело гармонично или эстетично. То есть не выделялся наш край кожи. Казалось, чтобы у нас это все черное. Вот для примера, да? Вот не обработанный? Видно, нет? Не видно. А вот обработанный. То есть вот если их рядом поставить, два, то вот это выделяется и не очень красиво. Надо это исправить. Красим. Красить легко. Краска стоит копейки. Что-то порядка, наверное, ну, может 200 рублей у нас пока на мере. Вот. Наносится легко и сохнет быстро. Вот. В чем еще преимущество этой краски? В том, что если даже со временем, неважно какое изделие вы изготавливаете, ремень это будет или маска, край кожи пострадает, ну, вытрится там, зашоркается или еще что-то с ним произойдет, его можно будет легко восстановить, поправить. Здесь проблем с этим не будет. То есть вот бюджетное решение. Удобно использовать, наносить, и даже если изделие пострадает, можно легко это восстановить. Даже если ты не мастер, то есть не специалист. В любом другом случае, когда мы используем какую-нибудь блатную краску, дорогую на основе там резины или еще что-то, какие-то химических, синтетических веществ, восстановить самостоятельно, наверное, не получится. Этот урез приходит, придется обращаться к мастеру. Как минимум покупать средства, заказывать его в наличии явно не будет. А это вот пришел в бытовой магазин обычный, взял, купил краску и восстановил внешний вид изделия. Бюджетно и практично. То есть и так делаем со всеми нашими элементами выкройки. Вот. Желательно даже проходить на два раза. То есть первый раз прошлись, краска подсохла, и потом прошлись второй раз. И будет очень неплохой внешний вид. То есть краска, она не мажется. Ну то есть после высыхания, когда кожа материал пористый, она впитывает себя в эту краску. И в порох в этих остается. И после высыхания она не мажется. То есть во время эксплуатации у некоторых есть вопрос, типа это что-то бувная краска, и наносим на вещи или на предметы, которые будем носить, примерно, на голове или лице. Как она реагирует? Нормально, с ней нет проблем. То есть нет такого, что потом при эксплуатации она будет как-то мазать одежду или кожу. Такого нет. То есть в этом плане она достаточно неплоха. Учитывая ее стоимость и способ нанесения. И так необходимо нам будет сделать со всеми нашими деталями выкройки. И так продолжим работать нашей маской. Напомню, да, что основные работы у нас сейчас ведутся над урезом, краем уреза кожи. Мы уже сделали покраску, мы сделали, сняли фаску, и по-прежнему наш край кожи выглядит еще не совсем благородно и достойно. То есть он еще выглядит не очень. Действий мы же сделали много, а он еще до сих пор выглядит не очень хорошо. Так, что будем делать следующим этапом? Будем заполировывать. То есть для этого есть вот такой вот инструмент. Называется он Сликер, для тех, кто не знает. И будем катать, закатывать край кожи. Поближе. Как это будет происходить? Так. Тогда придется. Вот. То есть берем самую маленькую канавку, у меня толщина кожи 2 мм, беру самую маленькую канавку и начинаем такими нехитрыми движениями катать. Сликер, сразу хочу сказать, берите хороший. То есть на Алиэкспресс, инструмент, который я приобретал, берите хороший. Хороший стоит в районе 1000 рублей, 1300, наверное, что ли. Если будете брать бюджетный, он не работает, то есть или работает, но очень плохо. Поэтому покупайте сразу инструмент достойного качества. Ну, я не могу сказать, что это прям супер, премиальный инструмент, да. Но он со своей задачей справляется и справляется неплохо. То есть я им работаю, именно работаю, а не мучаюсь. Вот. Поэтому и рекомендую вам делать то же самое. То есть проходим, и как понять, что наш край кожи уже стал достаточно заполированным по отношению к тому краю, который еще не заполирован. Пальцем, когда проводим, здесь становится гладенько. То есть именно по участку, над которым мы работали, он становится гладкий. Дальше он шершалый. То есть краска, когда попадает вглубь, в поры кожи, вглубь кожи, да, она поднимает ворс и пропитывает. И все волоски, которые есть, они встают вот так вот. И в краске, поскольку они выглядят, ну, чувствуются, как иголочки торчат. Когда мы заполировываем, этот участок становится гладенький. Ну, можно прям прочувствовать это. На некоторых кожах это прям становится видно. Появляется глянец на самой бахтарме и на урезе. Стоит немножечко поддавливать на сликер, но чтобы у вас... И работайте небольшими участками. То есть вот раз, два и пошли так. Тоже процесс достаточно небыстрый, но он необходимый. То есть создание хорошего изделия, он необходим. Сразу забегая вперед, скажу, что это не последний этап обработки краевреза кожи. У нас еще предстоит видеть. Сейчас мы... Итак, все элементы. Будем обрабатывать эту сторону, внутреннюю поверхность. Особенно вырезы под глаза надо будет. То есть все те места, где у нас будет... Например, где детали соединяются, там не обязательно. Но если вы делаете изделие для себя и хотите, чтобы оно выглядело действительно премиально, то лучше обработать всю поверхность. Большое лирическое отступление надо будет сделать, да? По поводу вот этих вот изделий, ну, элементов выкройки. Значит, вот в это место мы обрабатываем сликера, зачищаем. То же самое снимали торцебилом только в этом месте. Вот здесь вот проходить торцебилом, обрабатывать край кожи, нет никакого смысла сейчас именно. Поясню почему. Вот. У нас один элемент собирается с другим элементом. Таким вот образом. Если мы сейчас обработаем край кожи по периметру, то между двумя этими элементами образуется зазор. Типа будет некрасиво. Будет это видно и будет некрасиво. Чтобы этого избежать, мы делаем следующим образом. То есть обрабатываем только на этих деталях внутреннюю поверхность, на этой детали внутреннюю поверхность. А после сборки, когда соберем два изделия, мы пройдемся еще раз по периметру уже, когда эти две детали будут вместе соединены. Но не раньше. То есть раньше будет очень плохо. Если мы это сделаем раньше, то будет зазор. То же самое касается и этого уха. И вот здесь тоже такой же момент. Эти две детали у нас соединяются. Вот таким вот образом. Если обработать эти две детали вот в этом месте, сейчас будет некий... Фаска снята будет. И будет зазор. Ну, некрасиво будет выглядеть. Они будут соединяться по дуге. Одна выгибаться вдруг по отношению к другой. Ну, так вот будет, да? Вот так вот. Да, вот так вот. Видно? Я думаю, видно. И чтобы минимизировать эти зазоры, мы, в общем, внутренние поверхности не обрабатываем. А обрабатываем только те поверхности, с которыми непосредственно будем взаимодействовать. То есть тактильные ощущения, чтобы у нас были приятные. То есть вот эту часть, эту часть, вот эту часть. Глазницы, как я говорил ранее. Внутреннюю часть замков. И... Уши, вернее. И наши ремешки. Сколько за ремешок мы очень часто будем браться. То есть одевать, снимать. Чтобы было нам приятно это делать. То есть тактильные ощущения были приятные. Они шершавые. Если сравнить два ремня. Один обработан, другой нет. Этот берешь, он прям... Слышно, да? То есть он прям такой на ощупь шершавый и неприятный. А этот... Уже более-менее приятненький. Но это еще не последняя стадия обработки нашего уреза. И мы еще один... Ну, опуляцию... Манипуляцию, то есть операцию сделаем. И будет наше изделие выглядеть более эстетично. И на ощупь будет более приятно. Так, продолжаем. Итак. После того, как мы заполировали наш край кожи при помощи сликера. Напоминаю, вот он у нас. Ссылочку тоже на него оставлю под видео. И выкройки. Нам необходимо продолжить обработку нашего края кожи. Чтобы наше изделие выглядело максимально приятным. То есть о чем я сейчас говорю. Вот. Чтобы было наглядно, да? Вот наше одно ухо. Вот оно, да? Выглядит вот так. И другое ухо. Вот два края кожи. Кожа одинаковая. Пылевитка, черная. Все. Но вот это почему-то выглядит поинтереснее. Приблизим. Фокусируется. Сюда хочу. Да, вроде бы, да. Сфокусировалась. А это выглядит как-то, ну, не очень. Почему? Потому что здесь есть декоративная линия, которая придает, так скажем, больше эстетики нашему изделию. Это как бы, но создает акцент. И вот как сделать эту линию? То есть мы будем делать ее при помощи вот такого вот инструмента. Где он у нас? Вот. Вот такой вот. Наверное, он называется крисер. Могу ошибаться. У меня он, ширина его 2 миллиметра. Так уже затертый. Но будет, наверное, более универсальным, если вы приобретете такую вещь с шагом полтора. То есть вот здесь канавка должна быть полтора миллиметра. Ссылочку тоже на него оставлю. Есть несколько способов, как им работать. Некоторые работают на холодную. Можно. Но это в основном кожа у вас должна быть, наверное, хромового дубления. Ой, растительного дубления. На растишке он действительно неплохо работает. На хромке работает чуть похуже. Если на холодную. Поэтому надо греть. Чтобы ваш отпечаток оставался четким, надо греть. Пробовал греть на свечке. Но неудобно коптиться здесь все долго. Мне не понравилось. И надо какую-то приспособу колхозить, чтобы все время над вашей свечой находился ваш инструмент. Пробовал работать газовой горелкой. Такой вот, которая с факелом. Сильно шумно. И большой расход газа. Не совсем приятно, удобно работать. И тоже нам приходится что-то колхозить или держать рулькой. То есть она может перегревать инструмент. Результат получается всегда нестабильный. Что я для себя нашел? Нашел такую вот вещь. Сейчас покажу. Это у нас газовая Китайская газовая электроплита. Работает она от обычных баллончиков. Продаются они в магазине. Рублей тоже 200 стоят. Сама плитка на Алиэкспресса посмотрела от полторы до двух тысяч рублей стоит. В чем ее преимущество? То есть, во-первых, мы можем удобно размещать наш инструмент, и он будет самостоятельно держаться там без нашей помощи, да? Вот это удобно. Во-вторых, мы можем регулировать пламя. Тоже удобно. Ну и удобно это все дело зажигается. Раз. И убавляем. Хлоп. Благодаря возможности контролировать интенсивность пламени мы можем регулировать температуру. Ну, относительно. Надо нам побыстрее, мы добавляем. Надо помедленнее. Мы убавляем. То есть, ценник на нее небольшой, она доступная, и расходники такие, как баллончики, можно взять и везде. И пользоваться самое главное, что, как выяснилось, очень удобно, комфортно. Так что, убираем пока это дело в сторону. Что все. Так вот. На чем будем работать? Это у нас, как раз наша, есть пробковая подложка. Склеенная, о которой я говорил в начале видео. Итак, отодвигаем наш плитку в сторонку, чтобы было удобно работать. И здесь будем сейчас работать. Начнем с какого-нибудь нашего ремешочка. Не очень ответственной детали, которая будет находиться все время сзади. Ну и попробуем, как нагрелся наш крейсер. Ближе, наверное, покажу. Раз. Посмотрим. Что у нас получается. Здесь я рекомендую не спешить при изготовлении вот этой декоративной линии, такой, как беговки. И бывает даже такое, что необходимо на разных, конечно, кожах проводить эту линию, создавать эту линию за два прохода. Сейчас покажу поближе, что у нас тут получается. Можно при помощи этого инструмента добиваться разных результатов. вот так постараюсь это все сделать. То есть вот у нас получилась линия. Наверное, видно? Может и не видно, да? Вот. Если инструмент поднагреть посильнее, к примеру, интенсивность пламени увеличить, что мы и сделаем, да? то эту линию можно сделать не просто линией, а сделать объемной. То есть наш инструмент имеет здесь прорезь в виде валика такого вот, вогнитого. И когда мы сильно нагреем инструмент, на коже тоже может образовываться такой валик. Величина выступа при этом, конечно, уменьшается из-за объема. То есть здесь становится уже не 2 миллиметра, там где-то полтора миллиметра, но получается у детали появляется объем. Это достаточно интересно смотрится, но при условии, что ваша деталь имеет достаточную толщину. Сейчас покажу. Второй раз нагреем и проведу второй раз. Ну, посмотрите, что у нас тут получается. если кожа начинает гореть, прямо от нее дым идет, иначе вы перегрели, передержали. Кризер. и следующий раз надо будет поменьше. Ну, не знаю, как это передаст камера, но никак не передаст, да? Нет, маленечко видно. Маленечко видно. В общем, разница есть. Это говорит о том, что рисунок, вот эту декоративную линию формировать лучше за два раза, за два прохода. И греть инструмент посильнее. Вот если дым пошел, такой прям запах появился, значит, перегрели. Если его нет, то скорее всего не догрели еще. Вот надо поймать баланс вот этот такой. Вот только-только он появляется. Возможно, это переборчик, но в некоторых случаях получается достаточно очень интересный результат. Мне нравится. То есть, если сравнить вот этот участок и этот участок, то этот мне нравится больше. Хотя, вы знаете, принципиальной разницы, если человек держит первый раз изделие, и ему не с чем сравнить, то есть, вот так вот не возьмет два изделия, на котором будет более глубокая линия беговки, он не увидит. То есть, вот если будет у вас ему с чем сравнить или вам с чем сравнить, тогда да, да стоит так заморачиваться. Конечно, это все требует гораздо больше времени, то есть, инструмент надо прогревать посильнее, проходить надо за несколько раз, и получается временно изготовление одного изделия сильно-сильно увеличивается. Но говорить о том, что беговка придает дополнительный эстетичный внешний вид изделию, это бесспорно. Ну вот, вот теперь мне нравится. То есть, получился объем под разными углами, по-разному выглядит, да, так и. Вот, здесь так лучше видно. Приблизим, вот так, и перекатим, да, раз, два, еще так, раз, и два. В общем, поэкспериментируйте на кусочке кожи, которым не жалко вам, и посмотрите, сравните, чтобы было понимание, то есть, что мы хотим этим добиться, какая должна быть цель. Надеюсь, у меня получилось объяснить в деталях и подробно, как формировать беговку, чтобы она была действительно интересная и красивая на изделии. Еще раз, да, у нас пробковая подложка изготовлена самостоятельно, плитка, плитка, вот, подложка, и все это работает, вот сейчас даже слышите, слышите, как работает плитка? Я думаю, и не слыхать ее сильно, вот так. Шума нет, работать действительно гораздо приятнее, я бы рекомендовал. так, ну и что же у нас получилось? то есть, все детали наши, элементы выигроки, мы обработали, прошлись по краю и создали беговку. Сейчас более подробно остановимся на каждом из элементов, что у нас получилось и где должна быть беговка, а где нет. то есть, если мы возьмем ремешки, с ремешками уже все хорошо, на каждом из ремней у нас есть теперь декоративный элемент в виде беговочки, да, то есть, эта полосочка, она глубокая, она объемная, она прям чувствуется пальчиками. Так, ремни убираем в сторону. Здесь смотрим, все элементы у нас выглядят следующим образом, и если присмотреться к нему, то беговка выполнена у нас только по краю внутренней части нашего элемента и вот по нижней части. В районах, где идут у нас швы, беговки нет. Обратите на это внимание при сборке. То есть, вот два у нас элемента, если в сторону найти, это двинуть пока что, чтобы сделать больший акцент. Покажу поближе. Можно будет увидеть, что по этой части есть, здесь тоже есть, по нижней части есть, а в районе швов нет. Это важно. То есть, если сделаете в районе швов, это будет дополнительная работа, это не будет никак видно, потому что шов это все дело перекроет. В общем, ну и в некоторых моментах это будет только лишняя работа. вот возьмем ухо, по поводу уха. Вот одно ухо и другое ухо. Здесь я маленько залез, видно. Вот. Тоже по периметру в районе шва нету, а есть только в центре. Почему? Потому что ухо наше будет собираться вот таким вот образом, так вот складываться, сформироваться. и здесь будет пришиваться вот такой вот элемент. По нему тоже вот вроде бы шов идет, да, и по периметру есть. И здесь есть. А здесь нет. Ну, потому что две детали будут соединяться, сшиваться между собой. и если просто шарашить беговку по периметру любого элемента, то это будет просто напрасная работа. Хотя в дальнейшем ее не будет видно. Тоже очень важно. С этими элементами разобрались. Вот есть еще два таких вот элемента. Вот один и другой. Тоже самая история. Та часть, которую будет видно, там, где не будет шва, мы создали декоративную линию, беговочку. А там, где у нас находятся швы, беговки нет. Вот так с кадра пропадает. Вот. Надеюсь, понятно. Так. Внимание, застрел. Ну, и основной элемент, да, у нас есть. Основной элемент выкрики то же самое. Там, где швы идут, отверстия пробиты, беговки нет. Здесь, по всему периметру, беговка есть. Отверстия под глаза тоже обрамлены у нас декоративной линией. здесь видно. Вот. И остался еще небольшой мелкий такой элемент декоративный. Он нужен для соединения нашего ремешка. Вот. Вот так вот. Значит, вот такой вот элемент. тоже по периметру его прошел. Значит, осталось теперь все это дело собрать. Будем шивать, постепенно собирать все элементы в кучу. Начнем, как всегда, с самых больших, основных деталей нашей выкрики. Но обо всем покажу подробно попозже. то есть сейчас обо всем подробно. Обо всех этапах сборки. Как будем шивать, как продевать нитку, откуда ее заводить, как отмерить длину нитки, какую нитку буду использовать по толщине. Все подробно расскажу. Ну что, продолжим сборку нашего изделия. Следующим этапом у нас именно сшивание элементов нашей выкрики. Сейчас маленько их разберем, чтобы было понятно, что за чем и в какой последовательности у нас идет. Вот как-то так. То есть для того, чтобы понять весь процесс сборки, я бы рекомендовал наверное вот так получше. На примере двух простых деталей показать как происходит процесс сборки. Смотрите, то есть нить будем использовать черную. Обычно толщина ее 0,8 миллиметров. Фокусируется или выбито там все. Вот так. Вот. Черная нить. Толщина 0,8 она плоская. иголки. Так. По поводу иголочек. Где наши иголки? Иголки. Взяла себе вот такие вот иголки. Знаете, что могу сказать? От упаковки я в восторге. Прикольно. Тактильное, приятное, настоящее, действительно дерево. Тут латунь. Но в основном иголки это наши советские в обычном магазине гораздо лучше выглядят. То есть заходите в портновский магазин и берете иголки. Они там ромбовидные, треугольные и ими по мне так удобнее жить. То есть иголок пришло много. Преимущество одно только у этих иголок. То, что они имеют большое ушко. Все. Больше у них нет никаких особых преимуществ. Ну и если рассматривать наши, которые приобретал я в нашем магазине своем не из Китая, то они уступают им только в размере ушко. Все. И то не сильно. То есть это не критично. Думал, честно, ожидал от них большего. Смотрел, как многие пользуются. Закажу, попробую. Мое мнение бессмысленные траты денег и времени. То есть приходится уже еще ожидать. Упаковка классная. Но с другой стороны это только для такая упаковка только для для транспортировки прикольная. Все, больше ни для чего. То есть если вы не работаете на одном месте постоянно, во всех остальных случаях подойдет что-то подобное. Вот так покажу. Удобно брать, удобно пользоваться. Так, ну что, мы продолжим. Открутим маленечко, чтобы было видно. Так, теперь по деталям, которые будем сшивать. Вот, на примере этих двух деталей покажу, как будем сшивать. Нитку замеряем длину нашего шва. И поскольку мы будем сшить что-то типа зигзага, вот так вот, нам надо будет 6 длин. То есть раз отмерили, 2, 3, 4, 5, 6. Окей. канцелярский нож отрезаем. Дальше берем, вставляем нитку в иголочку. Что такое? Что такое закапризничало? Я вообще делаю вот так. Я ленивый. Делаю вот так. Раз. И затягиваю. Все. То есть один накинул, продел, затянул. То есть я нитку прошил один раз и все. Продеваю еще раз в ушко перед другой стороны. Опять. Длину беру чуть больше, чем сама иголка. поставить хвостик. Продеваю, прокалываю, затягиваю. Все. Получилось у меня достаточно все надежно. Так. А что делаем дальше? Нитки пока убираем в сторону. Будем шить. Шьем откуда и куда. То есть если мы начали бы на шов с этого места и двигались бы сюда, то узелки на изнаночной стороне были бы в этом месте. А это плохо. То есть когда берешь изделие и видишь что у края изделия нашего маски будут узелки в этом месте находиться. Покажу на готовом. То есть вы когда будете пользоваться маской эксплуатировать и вот в этом с изнаночной стороны месте будет у вас узелок это будет не очень красиво. Поэтому наша задача начать отсюда и закончить шов здесь чтобы узелки были в одном месте. То есть он не так тогда будет бросаться в глаза. Надеюсь у меня получилось донести смысл моей задумки. Поэтому начинаем отсюда. То есть как шью я покажу. Сейчас раз. Беру иголку протыкаю наше изделие. Вторую часть выкрики элемент выкрики и вытаскиваю сразу чтобы у нас получился центр. То есть вот две иголки я вытянул получается у нас центр. Теперь на лицевой стороне изделия у нас должен быть прямой шов. Блин что-то не фокусируется или мне так кажется что-то фокус нет. Вот вроде фокусируется. То есть шов должен быть прямой. А с изнаночной стороны у нас должна быть вот такая вот елочка. Не видно. Ну-ка поярче. Вот так. Не видно? Ни хрена по-моему не видно. В общем как смог постарался показать. Вот такая елочка должна быть. Ну я думаю вы видели это в интернете. Но еще раз на этом внимание сакцентировал для того чтобы понимать от чего мы должны отталкиваться и к чему прийти. что должно получиться. Итак то есть вытянули теперь мы правую в левую соответственно самое главное здесь это подтягивать ниточку и не проколоть ее не прошить. Раз хлоп вытащили. Здесь то же самое ниточку подтянули прошили видно открутим чтобы все в кадр попадало прошили теперь две иголочки вытягиваем одну и другую раз и смотрим что у нас тут получается у нас получился вот такой вот шовчик ровный аккуратный теперь с изнаночной стороны берем ниточку и по диагонали раз другую иголочку вытянули прижали пальчиком снова мне кажется что они все не в фокусе как-то все не в фокусе серую включим ладно так теперь вторую раз вытянули и у нас получилось вот такой вот шовчик с этой стороны он в глаза не бросается практически не заметен ну и здесь такая же история получается достаточно аккуратный и так поехали то есть натянули вставили вытащили натянули вставили вытащили поправили то есть всегда подтягиваем чтобы у нас получился аккуратный ровный шов с лицевой и изнаночной стороны я думаю было подробно теперь осталась механика наша задача просто шить эти два элемента вставили вставили трубы и вместе и употребили натянули надень по я стей выясняли на accompagnат voir и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, сделаю небольшое отступление и покажу ошибку, которую допустил. То есть, когда я прошивал, собирал эту маску и шил эту часть, да, здесь кожа была потоньше. Тут кожа 1,6 мм. Здесь у нас кожа 2 мм. И в результате длины в 6 отрезков шва не хватило. То есть, вот смотрите, у меня осталось сколько нитки. Всего лишь, да? Видно, наверное. И еще прошить надо, ну, одну треть. Раз, два, три. Три отверстия. Ну, ее явно здесь не хватит. Поэтому будете прошивать, берите 7, а лучше 8 длин шва. Тогда вам точно будет хватать. Ну, что я делаю? Здесь ничего страшного. Сейчас я ниточку обрезаю. Обрезаю и поджигаю. То есть, прижигаю края, чтобы аккуратно закончить шов. И заправлю новую ниточку. Так лучше не делать, скажу сразу. Во-первых, идет большой перерасход кожи. О, этого. Большой перерасход нитки. Время больше тратится на заправить новую нитку. Вот. И целостность изделия. То есть, если бы шов был цельный, здесь бы начался, а тут закончился. То есть, конструкция сама была бы лучше. По качеству собрана надежнее, так скажем, в качество шва было бы. Напрядок выше. Поэтому лучше учиться на моих ошибках. То есть, я собираю, проверяю изделие. Озвучиваю, сколько нитки потребуется на шов. Ну, а вы уже потом просто берете и собираете. То есть, такая инструкция по сборке. Где все ошибки, которые только возможно допустил я, а не вы. Так. С этим элементом мы закончили. Теперь приступаем к следующим. Рекомендую собирать изделия в следующие последовательности. То есть, сначала более крупные детали, из которых состоит наше изделие. А потом уже более мелкие. Смотрите, это основная деталь. Это основная деталь. И это основная деталь. Ушки и хлястики. Это уже как бы второстепенные элементы. Мы будем монтировать в последнюю очередь. Хочу что сказать по поводу именно этой детали. То есть, как она поменялась по отношению к этой. То есть, размер, чтобы вы понимали, что этой маски, что этой, один и тот же. То есть, это 57 размер. Но если посмотреть по шву, вот рядом, да, для сравнения. Здесь шов стал более мелкий. Соответственно, более аккуратный. И отступ стал помельче. И шаг помельче. В результате, все изделие в совокупности смотрится более эстетично. Аккуратно. Не так грубо. Может быть, кому-то это будет не принципиально. Но я вам скажу, что в совокупности всего изделия это выглядит гораздо приятнее. Шов становится более аккуратным и менее заметным. То есть, он не так бросается в глаза. Не так вычурно выглядит. Это, конечно, хорошо. Так, с этим элементом закончили. Теперь переходим к этому элементу. Все то же самое. Сейчас прошиваю его, собираю и покажу уже, как он будет выглядеть в готовом варианте. И операции те же самые буду выполнять, прошивать. Здесь также отмерю 8 длин шва. Нитку буду отмерять. То есть, вот так вот возьму и приложу. Это будет одна длина. И таких вот отрезков отмерю 8, чтобы мне хватило прошить. И я в два раза нитку не перезаправлял. Как будет готово, этот элемент готовый будет сшитый. Покажу, что получилось у меня в итоге. М-м-м. 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 М-м. М-м. так еще значит какой акцент вы смотрите когда мы начинаем собирать изделие шов начинаем шить именно снизу то есть мы берем с изнаночной стороны и продеваем протыкаем отверстие нитку продеваем с изнаночной стороны потом вытаскиваем возможно там я акцент не сделал на этом именно выравниваем длину ниточки чтобы иголочками сошлись да и теперь подтягиваем нитку точно так же как там чтобы ее нам не проколоть и продеваем здесь то есть всегда начинайте шить с изнаночной стороны тогда нитка у вас будет ложиться гораздо аккуратней раз подтянули и получилось у нас следующее смотрите чтобы здесь шов он достаточно интересный он может смещаться то есть он двигаться пока вы полностью не прошили деталь поэтому он может смещаться одна часть относительно другой и так дальше поехали то есть опять с изнаночной стороны ниточку подтянули взяли вторую иголочку проткнули снова с изнаночной стороны подтянули вот ту которую вытащили сразу раз сюда вот уже отверстие раз хлоп и так поехали то есть и деталь у нас на месте в руке держим нам удобно шить в кадр и процесс идет гораздо быстрее и на и . монка перепуталась перекрутилась у нас вот смотрите есть такая вещь называется как шорный пони да и он безусловно удобен я кстати тоже по нему начертил я чертеж и надо будет собрать его безусловно и пользоваться им удобно но не всегда то есть вот если к примеру мы собираем что-то подобное как его здесь приколхозить этот шорный пони чтобы он нам помог а не мешал тут и элемент такой небольшой и форма у него специфичные и шов достаточно интересный поэтому наверное здесь вот при сборке таких вот такие конкретные изделия на шорный пони не актуален вот все в руках все в руках на ваших глазах и 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 я думаю видно вот у нас получилось теперь два элемента для посмотреть поближе внимательнее до присмотреться шовчик стал более аккуратный и мы шили как и ранее от краю к центру то есть чтобы спрятать узелки которые будут у нас на изнаночной стороне то есть конец шва чтобы спрятать да еще какой момент когда шили я отмерял 8 длин нашего шва вот теперь видите да какие у нас стали хвостики то есть 8 длин это вполне нормально чтобы вас было комфортно заканчивать шов вам нитки хватало для того чтобы вытянуть иголку 8 нормально для толщины 2 миллиметра вполне достаточно так теперь отрезаем все это дело отрезайте с небольшим таким припуском но где-то около 2-3 миллиметра отрезаем и при помощи зажигалки кончики поджигаем припаиваем и получается у нас вот такой вот аккуратно внешний вид то есть край шва его практически не видно условно видно конечно поблескивает но все достаточно аккуратно ну вот и в дальнейшем будут собираться эти два у нас элемента таким вот образом то что между ними сейчас зазор это нормально потому что не изделие она же не плоский у нас она будет приобретать объем поэтому у него есть зазор вот теперь когда у нас появилась парочку элементов что теперь необходимо будет сделать теперь нам необходимо вот эту большую деталь собрать с этим соединить а потом уже будем пришивать вот эту чтобы все детали у нас сошлись рекомендую начать отсюда потом соединить здесь и продолжить тут поехали напомним ваше там там Итак, вот какой результат у нас получился. Знаете, такой был вопрос в комментариях, чем ты обрабатываешь изнаночную сторону кожи, типа бахтарму. Ответ простой, ничем не обрабатываю. Дело в том, что если вы когда-нибудь с кожей работали и носили изделие с кожей, то бахтарма, если правильно подобрать кожу, она настолько приятная к телу, тактильно. Такие приятные ощущения, когда даже носишь это изделие, пускай даже на лице. То есть это приятно. Она какое-то там отвращение или чувство брезгливости не вызывает. Наоборот, оно мягкое, приятное, тактильное ощущение, очень классные. Поэтому обрабатывать чем-то изнаночную сторону таких изделий, как маски, я бы не рекомендовал. То есть вы вот этот эффект потеряете, закройте его какой-нибудь химией специальной, и в итоге она получится у вас, маска не похожая на кожу, на кожзам, потому что вот эта поверхность мягкая, бахтарма, она превратится в какую-нибудь типа зализанную, закатанную при помощи химии. То есть я бы не рекомендовал. Попробуйте, соберите первое изделие, посмотрите, насколько оно тактильно вам приятно, и откажитесь от этой задеи. Если вам не понравится, то всегда закатать изнанку какой-нибудь токанолью вы всегда сможете. А так я не рекомендую. Дальше, еще такой вопрос был, вот, вы видите, наверное, да, на коже остаются от выкройки, после того, как мы пробивали, бумажки. То есть в отверстиях остается часть скотча, бумаги, скотча, и многие задают вопросы, как с ним бороться. Ответ простой, на самом деле, никак. То есть можно вообще не бороться, меня это не парит, у меня их как бы, эти части вообще перекроются. Здесь их все при помощи той же самой иголки, когда вы шьете, они уберутся. И проблем они вам не создают. Но если у вас все-таки хочется, большое желание есть, побороться с этими белыми точками, то рекомендую при помощи щетки. Щетка для обуви только новая. Вот она имеет приятный ворс, такой конский волос, по-моему. И вот при помощи нее можно будет убирать. Еще есть варианты, там, зубная щетка, только тоже щетина должна быть мягкая. Если у вас лицевая сторона кожи нежная, к примеру, кожа телячая, и вы начнете шоркать грубой щеткой, то останутся у вас полосочки на лицевой поверхности кожи. Это как бы нежелательно. Поэтому я вам пока никак с этим не борюсь. И в процессе шитья та же самая иголка справляется с этой задачей прекрасно. То есть, когда вы нитку протягиваете через отверстие, вот эти вот все бумажки оттуда исчезают, удаляются самостоятельно. То есть, вот мы собрали. Наше изделие сейчас выглядит таким вот образом. Ну, так вот. Не совсем, конечно, приглядно. Пока что. Но мы будем стремиться. Сейчас собираем вторую часть. То же самое. Я думаю, нет смысла подробно ее так же показывать. Но в конечный результат, когда уже будет на что-то похожее, я покажу. Итак, вот такой у нас получился результат. Уже постепенно начинает вырисовываться картинка. Что у нас должно получиться. Мы приближаемся к нашему результату. Но пока что маленько не соответствует. Надо поработать. Надеюсь, получается у меня максимально подробно объяснить и показать этапы сборки. Чтобы все элементы изделия у вас сошлись. И не было никаких перекосов. План такой. И цель такая. В общем, сейчас сшиваю эти два. Две части. Одну и другую. И потом пришиваю вот этот элемент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Получился у нас вот такой вот результат. Если внимательно присмотреться, то в этом месте видно небольшая ступенька. Давайте покажу поближе. Ну, если прям сильно-сильно присмотреться. Но это ничего страшного. Когда мы будем собирать кучу все элементы выкройки, все подтянется. Все выровняем. Если делать наоборот. Сначала пришить большой элемент, а потом соединить. То здесь подтянуть уже не получится. То есть здесь шва мало. Он маленький. Его надо собирать в первую очередь. Если мы сначала соберем, пришлем большой элемент, шва много. Он на себя потянет все остальное. И потом выровнять вот в этом месте будет проблематично. Поэтому рекомендую именно собирать таким образом. Сначала пришивать эти места, а потом уже пришивать большой элемент. Здесь, когда я собирал, именно допустил такую ошибку. То есть собрал, сшил эти два элемента, эти два элемента, а потом между собой. Так, в результате здесь видно эту ступенечку. Если хорошо присмотреться, зато в этом месте она прям отчетливо заметна. Здесь пошел по другому пути. И будем сейчас пришивать вот этот элемент в надежде на то, что вот эту ступенечку он себе подтянет и она уйдет. Продолжаем. Субтитры создавал DimaTorzok ступенечку и ну вот так вот у нас результат в итоге получился. небольшие замечания. Какие мои рекомендации? То есть не шить начинать отсюда и заканчивать вот здесь, а шить все-таки поочередно или поэтапно. От центра к краю и от центра к краю. То есть у вас будет две нитки. Начнете здесь, закончите здесь. Второй шов начнется здесь, закончится здесь. А так в общем получилось неплохо. То есть уже деталь держит форму. Видно, надеюсь, да? Просто к нему уже становится поменьше и вырисовывается картинка. По поводу бахтармы. Бахтарма выглядит ровненько, она приятная на ощупь. Углов здесь как таковых нету. Внутренняя часть, те, кто переживает изделие, выглядит достаточно аккуратно и шва здесь практически не видно. И нитка тоже на ощупь практически не чувствуется. Она видна, она заметна, но как-то на себя внимание не перетягивает и тактильно ощущается достаточно приятно. То есть она не доставляет дискомфорт. Вот такое вот изделие. Что надо будет сделать в следующем этапе? Надо будет пришить ушки, вот этим между собой собрать эти два элемента. Также берем нитку, иголки, это пока в сторону и замеряем. Берем нашу деталь и сначала пришиваем наружный радиус, потом внутренний. Мерим. Укладываем нашу нитку вдоль отверстий, и тем самым отмеряем длину шва. Вот. Это получилось у нас одна такая длина шва. Поскольку мы будем шить, то есть деталь должна собранном виде выглядеть уже вот так одну собрал. Шить будем вот таким швом, то есть обычным, и здесь толщина детали всего лишь 4 мм, то таких вот отрезков, вот мы отмерили, да, длину шву, нам должно быть 4,5-5. сразу скажу, поскольку я прошил вот это эту деталь уже собрал, то есть у нас должно быть таких ну-ка видно край, да, край видно. Как отмерить? Вот что такое? Так, как отмерить? Берем, прикладываем к краю стола, и здесь у нас пальчики, вот у нас наша длина, видно? Я думаю, да. И получается раз длина, соответственно до края доводим 2 длина, до края 3, 4, 5. Окей, все, берем ножик, отрезаем. То есть здесь, когда мы шили и собирали здесь вид шва был другой, здесь надо 8 длин, а здесь 5, потому что шов другой. Если отмерить и возим, будет слишком длинный хвост, и много нитки будет уходить у вас, перерасход нитки будет. Запомнили, да? 5 будет вполне достаточно. Ну, и теперь так же продеваем. Сейчас покажу, как начинать шить. и в какой последовательности самое главное, как удобно это делать. Так. вот у нас две детали. Начинаем шить. Слева направо будет удобней шить. Вернее, справа налево вот так вот. То есть, мы пойдем по кругу. Почему? Потому что будем придерживать левой рукой нитку. сейчас покажу. На словах это не совсем понятно, но сейчас покажу. То есть, берем, продеваем с изнаночной стороны обязательно, иголку вставляем в одну деталь, другую деталь. Первая иголка, вторая также. С изнаночной стороны следующее отверстие. То есть, мы идем, напоминаю, справа налево. Вот. Вот у нас две иголки и мы их одновременно стараемся вытащить, чтобы получился у нас центр. Здесь у нас середина. Две иголочки здесь, середина. Теперь одну из них откладываем. Только не перепутай, да? Вот та, которая вторая просто в натяжку маленько идет. та, которая первая двигается на край стола, вся эта конструкция аккуратненько двигается, натягивается обе и мы продеваем теперь сверху. Раз и вытаскиваем. Хлоп. Получилось у нас вот так вот. Что можем теперь сделать? То есть, деталь зафиксирована на этом месте. Теперь берем нашу деталь. со стороны бахтармы, то есть, находится у нас большой пальчик и деталь прикладываем к себе. как поближе показать? Ну, вот так, да? То есть, типа, груди, чтобы она, сторона бахтарма и груди. Лицо у нас обращено туда. Берем нашу иголку и показываю, как шью. То есть, это самый быстрый и удобный способ собирать изделие в руках. По крайней мере, данная часть нашей работы, в смысле, нашей выкройки позволяет это делать. Натягиваем, продели со стороны бахтармы, натягиваем, пальчиком прихватываем, раз, в сторону отводим. Теперь со стороны лица вторую, раз, это я прям для новичков показывал, и тут же продеваем обратно. Хлоп, вытягиваем, пальчиком прижимаем, оп, все, теперь вторую. И в результате чего у нас находится деталь на весу, процесс идет, когда нитка не запутывается достаточно быстро, мы можем подтягивать нашу нитку и тем самым ее не прошивать. Начнете прошивать ниточку, шовчик будет скакать, потому что не будет равномерной затяжки. По поводу иголок еще не сказал. Иголки, когда купите, они остренькие, их надо будет прокатить по наждачной бумажке, чтобы край был у них тупой. Тогда и палец не будете себе прокалывать, и нитку будете реже прокалывать. Все. Вот теперь таким вот темпом нам надо будет прошить. Прошить эти две детали, собрать вместе. То есть процесс идет достаточно легко. Все на ваших глазах. Сейчас покажу, что у нас тут получилось. вот. Видно? Я думаю, видно, да? Ну и все, теперь шью. что-то может сделать, что-то что-то так- что-то что-то так- итак что у нас получилось у нас получилось такие вот две детальки и основная деталь который уже держит форму теперь осталось их смонтировать чтобы получилось вот так то есть мы будем их садить на хальнитены ближе нам показать на хальнитены с одной и другой стороны то есть как это будем делать сейчас покажу ну во первых что у нас будет за хальнитены хальнитены будут диаметром 8 миллиметров и шляпка у них тоже 8 миллиметров на не хочет вот так здесь видно вот один и к нему ответная часть все это дело тоже заказывается на алиэкспресс это ответная часть сейчас покажу как вставляется как собирается сидим туда вставляется и потом расклепывается так чем расклепываем расклепывать будем вот такой вот вещь приспособка тоже заказывал на алиэкспресс если будете расклепывать без нее без нее подальше наоборот если будете расклеп расклепывать хальнитены без нее то у вас получится во первых плоская шляпа а во вторых вы на шляпке хальнитена получите насечки царапины и тому подобное потому что будете расклепывать примеру не кияночкой а молотком потому что подлезть будет очень тяжело и с другой стороны у вас будет какой-то твердый предмет на чем будете расклепывать то там отпечаток останется от него поэтому настоятельно рекомендую пользоваться вот чем-то подобным то есть вот такие штуки первых они ограничивают дальше не позволяют вам сделать шляпку плоской то есть у нее останется сфера как она была сферой вот так она останется теперь более подробный повод установки хальнитенов да чтобы установить хальнитены нам во-первых на чем это делать и как это делать опять возвращаемся к нашей пробковой подложки на нее ставим наковальню моем случае наковальня достаточно тяжелая наверно килограмм действенно весит это сто процентов и вот такие вот у нас штуки есть под хальнитены здесь шляпка туда утопает хорошо прям здорово замечательно вот другой стороны у нас будет бить это ответная часть так что делаем то есть берем нашу маску основную часть берем уши уши бывают они же разные нас вот вот так вот это получается если смотреть на маску вот так вот отсюда этот отсюда в кадре в общем один левый другой правый смотри не перепутай если поставить наоборот то соответственно будет не так выглядеть как задумывал автор глубоко сказал правда в общем начинаем с установки хальнитенов с не так начала вставляем хальнитен в основную деталь нашей маске потом вот таким вот образом можно складываться это у нас не то ухо таким вот образом складывается у нас ухо чается это левое ухо и надевается на основной деталь раз и сверху шляпка хальнитена все это должно защёлкнуться вот так таким вот образом ну и после этого берем нашу наковалинку устанавливаем на нее хальнитенчик сверху прижимаем этим делом ну и можно так делать раз два все халинтен установленный вид на все было в кадре да есть желание можно еще разочек сделать это раз два все все достаточно надежно и плотно бывает такая ситуация когда вам недостаточно силы с которой расклепывают эти приспособки тогда надо будет сделать следующий то есть нашу наковалинку разворачиваем и под нее уже ничего не подкладываем но лицевая часть нам важно чтобы она была красивенькая чтобы не портила внешний вид изделия и тогда операцию повторяем то есть в результате эта часть рубли расклепывается сильнее и она становится плоская поскольку она изнаночная сторона этого не видно здесь не страшно то есть это не критично а здесь остается все аккуратно и при этом фиксация хальнитена становится лучше имейте это виду все теперь осталось по этому же принципу поставить все остальные хальнитены все дожать их как нам надо не все и нас будут уж на своих местах я думаю будет красивенько а так ну вот такой у нас результат то есть уши у нас уже на месте смотрятся они теперь более гармонично чем на этой модели здесь мне не нравилось расстояние между ними и небольшие рекомендации по сборке до промежуточная скажу так что собирать изделия и стал кожи толщиной 182 гораздо так скажем удобнее не приятнее и изделие держит форму не то что вы хотите все можно в этом реализовать когда толщина кожи вас полтора 1 и 6 1 4 миллиметра то здесь начинаются проблемы с геометрией не держит форму и она тянется излишне где же все вот то что хотел исправить я исправил увеличил на вырезы они теперь смотрятся более гармонично расстояние между ушами уменьшил обхват тоже уменьшил вот то есть были внесены изменения следующие и теперь меня действительно изделие нравится гораздо больше чем первое осталось поставить ремешки и сделать тренчик но я думаю здесь ни у кого проблем с этим не возникнет установите ремешки изготовить тренчик тренчик обязательно потому что без тренчика вот как на этой модели до тренчик есть поближе вот он он позволяет ремешку не топорщится то есть если без него это все выглядит как-то не ну не очень это все болтается вот таким вот образом вот так вот все болтается все не фонтан так то что табликует у нас брать это из кадра нафиг тоже инструмент поэтому вроде бы такая мелочь незначительная вы там я тоже уже заострял своем первом видео по промазке тренчик должен быть обязательно но я думаю тоже ни у кого не возникнет проблем с созданием тренчика если необходимо конечно сниму вот имейте это ввиду в общем час прикляпываю наши ремешки и покажу как выглядит будет изделие в готовом виде на манекене так еще по поводу ремешков да сразу давай уточним что было понятно вот перед нами есть готовый собранный образец и у него ремешок сделан следующим образом то есть короткий вот это на котором будет находиться как раз наша пряжка он находится с левой стороны вот у меня левая рука левая рука и здесь должен быть должна быть пряжечка то есть то есть то же самое должно быть и выполнен на этой но это сугубо по моим личным ощущениям то есть заправлять таким образом ремешок застегивать на голове человеку самостоятельно кто одевает маску будет гораздо удобнее это сугубо по моим личным ощущениям то есть поэтому я устанавливаю пряжку с левой стороны вот левая рука держу перед собой маску с левой стороны будет у меня короткий мешок на которые буду устанавливать пряжечку внес пояснение я думаю да сейчас покажу как буду делать так у меня вот такие вот пряжечки ширина пряжки напоминает 20 миллиметров ссылочку тоже на них оставлю все запаковано все упаковано заказывал я с алиэкспресс их по качеству ими доволен меня полностью устраивает возможно у нас на территории россии если есть дешевле я бы был бы только рад и заказывал бы их здесь но поисков не активно пускай даже да я не нашел возможно если приложить больше усилий можно найти более бюджетные варианты и у нас но пока что мне не попался и так вот у нас есть такая деталь нашей выкройки мы продеваем ее продели следующим образом набрать лишние до из кадра чтобы не мешалось так сейчас пока что уберем как там видно видно и сюда встает нас вот такую штуку раз и теперь все это делаем собрать и думаю вопросов здесь ни у кого не должно возникнуть продеть хольнитен и здесь его расклепать ну Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Если честно, вот так вот визуально посмотреть, не сравнивая одну с другой, может показаться, что разницы-то нет, различий нет никаких, да? Но на самом деле есть, то есть здесь получился у нас более аккуратный шов. Давайте покажу так поближе, да? Ну вот, если так вот присмотреться, то шов гораздо мельче и аккуратнее. То есть он глаза уже не бросается, на себя внимание не перетягивает. Вот так вот. Здесь увеличены вырезы под глаза и ушки стали... Маленько отодвинем, да? Потому что все в кадр входило. И ушки стали намного поближе друг к другу. То есть это все теперь смотрится в совокупности более гармонично. На манекене это смотрится не очень, я так сразу вам скажу. Вживую это выглядит гораздо лучше, тем более на настоящей модели. Что осталось? Осталось нам поработать над ремешком. То есть ему не хватает тренчика. Сейчас мы займемся изготовлением тренчика. То есть кожу мы будем использовать ту же самую. Чтобы картинка была полноценная, то вроде бы все показал, а как тренчик делать не показал. То есть вроде бы не закончено. При помощи обычной линейки возьмем линейку и режем все лишнее. Видно? Видно, да? Отсекаем. То есть нам надо выровнять. Ширина нашего тренчика должна быть от 12 до 15 мм максимум. То есть прорезаем за несколько раз, чтобы рез у нас был ровный. Дальше. Берем шиво, к примеру. И меряем 12 мм. Вот. 12 мм. Раз. И здесь тоже самое. 12 мм. Два. Что такое? Начинает скользить. Свет падает не вертикально вниз. Линейка металлическая бликует. Проводим линию. И теперь канцелярским ножом отрезаем. Раз. Два. Три. Все. Отрезали. Шиво можем убрать. Наша задача теперь торцянуть это, да? Хотя бы один край. Ну, желательно даже два, наверное. Раз. Раз. И два. Так. Теперь нам линейка вроде не нужна, да? Вот. Так вот. Что делаем следующим этапом? Берем наш манекен. Смотрим, в каком месте у нас будет располагаться этот тренчик. Желательно, чтобы вы его установили в самом толстом месте. Интересно. Ладно. Вот. И отмечаем. Непосредственно прикладываем. Раз. Длину нам необходима. И два. Берем шило. И шилом делаем пометочки. То есть, какой длины нам необходимо отрезать. И тут же помечаем, где будем шерфовать. Сначала убираем длину лишнюю. Вот она у нас, да? Да. Не отрезаем. Раз. Все. Убрали. Еще раз примеряем. Чтобы не ошибиться с выбранной нам заготовкой, да? Там у нас получается. Вот она. Вот. И здесь делаем пометку о месте шерфования. Где будем шерфовать, да? Так вот. То есть, что я сделал? Сделал отметочку. То есть, наша конструкция будет собираться следующим образом. И чтобы она не выглядела массивной и толстой, да? Соответственно, некрасивой. Поближе получается. Вот так. Делаем следующим образом. То есть, раз. И будем шерфовать от себя. Ставим лезвие. И вот такими вот движениями утоньшаем практически на нет. То есть, шерфуем нашу кожу. Это с лицевой стороны делали. Теперь переворачиваем и делаем то же самое со стороны бахтормы. У нас здесь есть отметочка. Приблизительно где-то около сантиметра. Все это дело показывает для новичков. Чтобы вы понимали, как это делается. Теперь. То есть, наш тренчик выглядел бы безликим и некрасивым, если мы так же не обработали ему край, не обработали бы урез. И если бы мы не сделали на нем беговку. Вот. Это два условия. Иначе у нас получается ремень очень такой интересный. То есть, он с беговкой. Он край кожи у него обработан. А у тренчика нет. Он бы выделялся. Поэтому обязательно заостряю ваше внимание, что тренчик должен быть точно такой же. Выглядеть точно так же, как и основная деталь. Поэтому сейчас сделаю на нем беговку и обработаю край кожи. Так. Обрабатываем край кожи. Берем наш торцебилл и проходимся. Сейчас. Два. С лицевой и с изнаночной. Обязательно. Так. Паски сняли. Теперь красим. Красим. Не забываем. После чего закатываем. Закатываем край кожи. Пока краска у нас пропитывает, впитывается в урез. Мы закатаем сейчас все это дело. Ага, проверяем. Гладенько, нет? Гладенько, да? Ну и здесь тоже. Вот, уже приятно брать в руки. То урез был грубоватый. Так, торцебилл убираем. И теперь необходимо сделать беговочку. Так, помним, да? Что беговку мы будем делать на плите. И при помощи вот такого вот инструмента. Видно тут, как все ловко встает подальше. Наверное, чтобы было видно. Вот тут камера сразу греется. Стороночку-то двинуть. Так. Вот. То есть все ложится, все аккуратно. Все прям как задумано было. Как будто под этот инструмент. Так, ну в общем, да, смотрим. Вроде бы такое вот маленькое изделие. Это всего лишь тренчик. А сколько внимания ему необходимо уделить. То есть, во-первых, отрезать заготовку, обработать, покрасить, сделать беговку, потом еще и склеить. Но без него, вот без такой вот мелочи, никуда. То есть он выполняет очень важную функцию. С ним становится значительно более удобное и комфортное использование. изделие. Поэтому про него не забываем. Так, ну и что, поехали. Раз. Аккуратно, в сторону два. Так. Пробежимся дважды сейчас. Наше изделие немножечко. Греется, не жарко тут. Жарко. Жарит она прям. Прям жарит. Вот таким вот образом. Не с другой стороны. Так. Ладно. Так. 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 Продолжение следует... Ну, в общем, вот так вот получилось. Вот такой вот результат. Видно? Я думаю, видно, да? Всё, теперь необходимо будет приклеить. Это убираем пока в сторону. Необходимо будет сейчас склеить наше... Изделие. Чем будем клеить? У меня клей резиновый, но это, я так понимаю, не кендофарбен. Наверное, просто от него банка. Такое отправили. Хотя, может быть, его не буду утверждать. Чем будем клеить? То есть клей... Клей резиновый. Обычно он не пахнет даже. Прозрачный. У меня есть вот такие вот силиконовые штучки. Это они предназначены для маникюра. То есть женщины им делают маникюр. И ими удобно будет наносить. К ним ничего не липнет. То есть тот же самый клей, который... Она сейчас подсохнет. Так вот сделаем, на край положим. Потом легко отделяется от силикона. Видишь, удобная. То есть покупается всё тоже на Алиэкспресс. Стоит копейки. Удобно в применении. Они продаются набором. Вот. К силикону ничего не липнет. Ну, можно самостоятельно такие штуки, конечно, изготавливать. Вот. Из силикона. Но лучше, если есть возможность, сразу заказать, да и всё. Так, ну что. Снимаем маску с манекена. И покажу монтаж, да. Так, лишнее всё убираем. Одна снизу. Раз, заходит. Другая сверху. Раз, заходит. И соединяем. Соединяем желательно... Ровненько, да. Так. Так. Хлоп. Вот и всё. То есть, для чего шерфовали мы, чтобы урез, где соединяются две части нашего тренчика, был заметен минимально. Вот. В общем, поближе, да. Делаю вот сюда вот так. Я думаю, видно. Вот. Получился с изнаночной стороны. И это всё выглядит вот таким-то образом. Всё теперь гармонично. То есть, и на ремешке есть беговочка, и на тренчике есть беговочка. Оно ещё отформуется, примет форму, кожа. всё это теперь не топорщится и смотрится гармонично. Всё легко вытаскивается, затягивается, если надо. Самое толстое место даже можно установить, чтобы отформовался наш тренчик. Здесь, с торца, выглядит вот так вот. Там что-то плохо видно. Ну вот, надеюсь, принцип установки понятен. Теперь наденем всё это дело на манекен и заодно посмотрим, да, как это всё выглядит там. так, чтобы не топорщилось. Сразу подвинем. Во. Вот. Вот таким вот образом. я думаю, вполне достойно. Ага. И если посмотреть на вид сверху, то тоже ничего не топорщится. В общем, казалось бы, да, такая незначительная работа, как изготовление тренчика, занимает такой большой объём времени. Но при этом деталь как тренчик очень важная. Прошу не забывать про это. ну и, наверное, подведём итоги. Ну что, подведём итоги. Изделие закончено. Теперь уже полностью готовое. Таким вот образом выглядит на манекене. Тут у нас пряжечка для регулировки. Регулируется она только по затылочной части. Изделие выполнено в трёх размерах. Конкретно это у нас 57 размер. также есть 56, 55 и 55, 54. То есть, три размера. И регулировка у каждого только по затылочной части. Обхват головы. Дальше. Цель была достигнута. У нас вырезаны под глаза. Теперь стали более большие и объёмными. Шов, как вы видите, теперь уменьшился. И выглядит теперь более аккуратно. То есть, он не перетягивает на себя внимание. Расстояние между ушами тоже уменьшилось. И всё бы было бы так идеально, но есть нюансы. Возможно, для кого-то это не актуально, но если перенести хольнитены хотя бы чуть-чуть, вот, было бы получше. Ну, это чисто вкусовщина. На мой взгляд, было бы лучше. То есть, это уже не первое изделие, которое я собираю по этой выкройке и всё время пытаюсь его доработать. О поводу кожи ещё расскажу. Кожа должна быть у вас обязательно 1,8-2 мм. Если будет кожа более тонкая, изделие не смотрится, на ней невозможно реализовать. Данное изделие, оно смотрится не очень и форму не держит. И оно тактильно не очень приятно. То есть, предыдущее я собирал, чтобы проверить выкройку из толщины 1,6-1,8. И оно такое себе, жиденькое. То есть, 1,8-2, 2,2 нормально. Хольнитены у нас здесь 8 мм. И диаметр, и высота ножки. Коже сказал, нитка 0,8 мм. Пробойник высечной диаметром 1 мм. Что ещё? Пряжка. Пряжка 20 мм. Кожа хромового дубления это пылевитка, я так понимаю. Беговочка. Ну, все инструменты и ссылочки на материалы, которые и фурнитуру, которая использовалась при сборке данного изделия оставлю под видео в описании. Ну, а для тех, кто хочет повторить данное изделие, также прикреплю туда выкройку. Напоминаю, она в трёх размерах. По поводу следующего изделия. Следующее изделие, скорее всего, это будут кроссовочки, да, кроссовки или кеды, кеды Spirit. Скажу честно, я выкройку купил, обошлась она мне в 650 рублей, но я полностью переделал. Так что, это будет, скорее всего, реплика на кеды Spirit. Вот. Ну, а всем остальным, кто будет собирать подобные изделия или точно такое же, желаю удачи в ваших творческих начинаниях и чтобы у вас всё получалось. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok